Видно хорошо, можно не выключать всех, правда? Глубоко уважаемый председатель, глубоко уважаемые коллеги, актуальность диагностики и лечения рецидивов рака предстательной железы после радикальных методов лечения связана с тем, что в последнее время все больше появляется пациентов, пролеченных с местно распространенным раком предстательной железы, что, соответственно, ведет к увеличению числа больных с рецидивом рака предстательной железы. Для диагностики рецидива рака предстательной железы при биохимическом рецидиве используется простатоспецифический антиген. Для диагностики резидуальной опухоли могут использоваться несколько методов, в том числе для выявления костных метастазов остеоцинтиграфия, для выявления поражения лимфатических узлов или паренхематозных органов. Могут использоваться компьютерная томография и магнитно-резонансная томография. Однако все эти методы могут заменить один метод, это ПЭТ с холином. Не надо забывать, что не только у ПЭТ с холином высокая чувствительность и специфичность, но также если определить стоимость суммарно всех этих методов исследования, исследования будут сопоставимы абсолютно с позитронной эмиссионной томографией. Переходя непосредственно к лечению, здесь необходимо разделить пациентов с рецидивом рака предстательной железы принципиально на две категории. Первая категория – это пациенты с местным рецидивом. С ними достаточно все понятно. Здесь используется для лечения лучевая терапия или методы локального воздействия. При этом пациенты, имеющие отдаленные рецидивы с поражением лимфатических узлов или костей, переходят в ранг пациентов с метастатическим раком предстательной железы. В чем же сложность? Сложность в том, что пациенты с метастатическим раком предстательной железы в дальнейшем по рекомендациям Европейской Ассоциации Урологов лечатся с помощью гормональной терапии. Дальнейший алгоритм ведения этих пациентов, я думаю, аудитории известен. Пациенты, соответственно, будут вряд ли излечены от рака предстательной железы. Не надо забывать и, конечно же, о экономической составляющей лечения, потому что современные противоопухолевые препараты обладают достаточно большой стоимостью. Соответственно, появляется вопрос, существует ли возможность добиться длительной клинической ремиссии у данной категории больных. Мы выделили отдельную подгруппу. Это пациенты с метастатическим, с изолированным поражением лимфатических узлов и попробовали им помочь с помощью лимфодисекции. Для этого были выделены 15 пациентов с изолированным поражением лимфатических узлов. Биохимический рецидив у них был установлен на основании простатоспецифического антигена, как я говорил ранее. Поражение лимфатических узлов было выявлено с помощью позитронной эмиссионной томографии. Как правило, выявлялись тазовые лимфатические узлы. У двух больных были поражены и тазовые, и забрюшенные лимфатические узлы. Всем им выполнена лапароскопическая лимфодисекция, согласно результатам позитронной эмиссионной томографии. Число удаленных лимфатических узлов отсюда варьировалось от 3 до 34. При гистологическом исследовании в удаленных лимфатических узлах у всех определялась акционарная денокарцинома. Мы выделили несколько характеристик пациентов. Изначально при первичном лечении у пациентов был местно распространенный рак, я говорил об этом в актуальности. Преимущественно было биотеральное поражение, а первичный способ лечения была радикальная простатектомия. Только у трех пациентов это дистанционная лучевая терапия и брахитерапия. После лапароскопической лимфодисекции пациентам измерялся через 3 месяца уровень простатспецифического антигена. У двух пациентов ПСА повысился, у девяти пациентов ПСА снизился, и у четырех пациентов ПСА не изменился. При повышении простатспецифического антигена пациентам выполнялась позитронная эмиссионная томография. И пациентов, у которых повысился ПСА после лимфодисекции, были выявлены костные метастазы. Среди пациентов, у которых снизился ПСА, в дальнейшем наблюдались, и участие снова начало расти ПСА. И у них тоже выполнялась позитронная эмиссионная томография, и у одного выявлен костный метастаз. При этом в группе, у которых ПСА не изменился, в течение года у двух больных выявлены костные метастазы. Через год, если подвести итогу пациентов, были следующие ситуации. У десяти пациентов было прогрессирование. То есть это повышение уровня простатспецифического антигена, или выявлены опухолевые очаги, то есть резидуальная опухоль. У трех пациентов ПСА нормализовался, и новых очагов не выявлялось. У двух пациентов была стабилизация процесса. Это отдельная подгруппа, это пациенты после лучевой терапии, и ПСА у них, как я сказал, не нормализовалось, но и не повышалось в течение года. Как иллюстрация, клинический пример. Пациент оперирован в 2012 году, выполнена ему радикальная простатоктомия, но через год у него повысился уровень, верифицирован биохимический рецидив, в связи с чем у нас в клинике уже выполнена позитронно-эмиссионная томография. Мы видим поражение лимфатических тазовых узлов, в связи с чем пациенту выполнена лимфодисекция лапароскопическая. Но через три месяца у пациента повысился ПСА, ему выполнялась в связи с этим позитронно-эмиссионная томография, и даже через шесть месяцев резидуальной опухоли не выявлялась. Но через 12 месяцев после лимфодисекции у пациента был выявлен одиночный костный метастаз. Для чего я показал эту клиническую иллюстрацию? Для того, что пациент после лимфодисекции, несмотря на прогрессирование, находился без какого-либо лечения в течение 12 месяцев. Основываясь на нашем небольшом опыте лечения данной категории больных, мы можем сказать, что если у пациента выявляется изолированное поражение лимфатических узлов, ему может быть рекомендована опароскопическая лимфодисекция. Как конкурирующий метод мы можем предложить ему помимо лимфодисекции учевую терапию. Если же у пациента повышается простатспецифический антиген, то есть рецидив после лимфодисекции, мы ему рекомендуем позитронную эмиссионную томографию с холином для выявления резидуальной опухоли. Если же пациент не хочет наблюдаться, мы можем ему предложить адъювантную учевую терапию. В заключении хотелось бы сказать следующее, что данная группа больных требует лечения в многопрофильном центре, где присутствуют и современные методы диагностики, и учевая терапия, и хирургическое лечение. И требует комплексного подхода. Спасибо за внимание.